Ля-ля! Здравствуйте! Меня зовут Самойленка Наталья. Вы на канале Репейник. И сегодня 1 октября. Как всегда, осень подобралась незаметно. И незаметно заканчивается наш пятый сезон. Так уж получилось, что все сезонники меряют года сезонами. И пятый сезон, и есть над чем подумать. Есть что поменять, есть что улучшить. Есть что подумать внутри Репейника. Ну и в принципе, наверное, мы в поисках такого усовершенствованного формата. В том числе и на Ютубе. У меня было несколько дней. Ну, видеороликов не обязательно на Ютубе. Ютуб все хуже и хуже грузит. Когда-то спасает VPN, когда-то не спасает. Но в конце концов есть Телеграм, есть Контакт, есть куча других социальных сетей. И можно общаться нам с вами и путем других сетей. Хотя Ютуб мы, конечно, забрасывать не будем, потому что очень много туда вложено. Ну и пока Ютуб не закрыли окончательно, у меня было несколько более-менее спокойных дней, когда можно было бы посидеть и посмотреть, что творится на просторах. Не только садоводческих каналов, а в принципе. И надо сказать, что на второй или третий день у меня волосы начали шевелиться. Видите, я тут специально капюшончики, чтобы не было видно, как они стоят дыбом. Садоводческие каналы самые доброжелательные каналы. Это очень здорово, потому что обычно заходишь в какую-то ответвленную сеть. Не важно, это там психология или это новости, я не знаю, там гламура. И ты видишь, что одни блогеры мочат других блогеров, что все рассказывают, какие все друг другу козлы, и какого-то очень много грязи и негатива. В этом плане, что касается садоводческих каналов, они продолжают быть самыми доброжелательными, и это невероятно круто. Единственное, в поисках вдохновения, выяснилось, секунду, выяснилось о том, что, наверное, за последние лет 10 на Ютубе уже сказано все, что только можно, и повторяться тоже бы не хотелось. Но не хочется миллионный раз снимать сюжет, почему осенью желтеют хвоинки у сосны, к примеру, или у туи. Не хочется очередной раз говорить про какие-то осенние или весенние обработки. Ну, невероятное количество на эту тему уже сказано. И репейник, в том числе, ищет такой некий новый формат и общение на Ютубе. Я пока не очень понимаю, что это может быть, потому что если так разобраться за все время, пока, неважно, на канале Европлант или на канале Репейник, за все это время было снято больше тысячи роликов, в том числе, ну, где-то порядка 800 только о растениях. Мы будем рассказывать о растениях, но с каждым разом тех растений, о которых можно было бы рассказать, которые растут в нашем регионе, их все меньше и меньше. Но при этом не хотелось бы с вами расставаться. Я думаю, мы придумаем что-то интересное. Вот. Обязательно. И где-то, я думаю, что я в ближайшее время обязательно с вами поделюсь. Формат нужно искать, потому что, ну, иногда бывает очень печально, когда вы вспомните, когда появился Инстаграм, когда появился Ютуб, блогеры это были такие, ну, лидеры мнений, да. Часть людей просто заводила свой блог для того, чтобы рассказать, как они живут, да, что они делают, поделиться какими-то радостями, какими-то невзгодами. А потом это превратилось в какое-то тупое зарабатывание денег, да, набери больше подписчиков, у тебя будет больше рекламодателей, ну, а дальше все конем, да. Вот. И это очень печально. Это печально, потому что появилась очень странная профессия, которая, ну, странная, давайте так. И пора искать новые форматы. Вот. И мы обязательно свой формат найдем. Это есть и то, что грядет, то, что касается видеороликов, то, что касается жизни репейников в целом. Вот. Сейчас мы с вами видим садовый центр. В следующем году его здесь не будет. Он переедет немножко в ту часть, где у нас производственная. Вадик повернул телефон, но там тоже не видно вдоль дороги. Будет гораздо удобнее выбирать. Будут прямые ряды. Все параллельно и перпендикулярно. И следить за растениями в том числе тоже будет гораздо удобнее. И эту часть мы сейчас будем освобождать. Чтобы здесь появились цветники. Цветники. Готовое решение. Здесь, если все пойдет по плану, и ничто не нарушит наши планы, в следующем году, где-то в конце июня месяца, будет проходить такой некий мини-фестиваль. Мы на следующий год, я думаю, что сделаем три таких серьезных мероприятия. Это как раз фестиваль мини-садов и готовых решений. Фестиваль гортензий в августе. От этого никуда не деться. Ну и нам очень понравился такой мини-фестиваль по восточной культуре. Он тоже будет. Зачем, в принципе, нужен фестиваль готовых решений? И чем он отличается от всего остального, что происходит? Происходит, наверное, отличается очень просто. Так уж получилось, что за последние несколько лет мы стали с вами гораздо меньше путешествовать. И насмотренности, которая была у садоводов, у ландшафтников, у начинающих, в первую очередь, ландшафтников все меньше и меньше. И начинающим становится тоже все тяжелее и тяжелее. Чаще всего, закончив курсы или там, закончив вуз, ну куда ты едешь? Ты едешь на серьезные, крутые, крутятские мероприятия. Это Царицыно, это сада и люди. Они действительно классного уровня. Там интересные проекты, вопросов нет. Но сады, которые делаются, делаются все-таки по принципу выставочного сада. То есть сад, который живет не больше 10 дней. Он и делается именно специфически, чтобы выглядел сразу на 10 дней. Но наблюдая опять же за коллегами, я понимаю о том, что это привело к тому, что стали такие же выставочные сады делать и на участках. И зачастую дизайнеры и архитекторы не пытаются заглянуть на год вперед, на два, на три. А изначально им нужна вот сиюминутная картинка, а что будет дальше, опять же, конем. Хотелось бы эту историю изменить. И основная масса и основное отличие от существующих конкурсов, это будет, во-первых, сады будут жить несколько лет, и это будет неплохая реклама, в том числе и для архитекторов. За ними можно будет наблюдать, как они развиваются во времени, как они выглядят весной, летом и осенью, и это основная вещь. А вторая будет разделена некая на категории. Будут фиксированные бюджеты. То есть будет садик с минимальным бюджетом, будет садик со средним бюджетом, будет садик с неограниченным бюджетом. И мне кажется, что вначале желающих делать сады с неограниченным бюджетом будет очень много, но с каждым годом люди будут биться именно за то, чтобы сделать сад с небольшим бюджетом. Потому что именно в этом, в такой работе, можно раскрыть свои таланты и доказать о том, что ты действительно профи. И мне кажется, что это важно. И на эту тему мы тоже будем говорить, и будем говорить достаточно много. Мне очень приятно, что нас поддержали коллеги с Сибири, с Урала. Я знаю, что собираются принять участие коллеги с Москвы. Очень надеюсь на питерских коллег. В общем, мероприятие будет достаточно интересное и крутое. Но о нем более подробно чуть-чуть попозже. Почему так все долго? Так что мы меняемся, и все потихонечку меняется. Мне нужно освободить эту площадку садового центра. Поэтому с 5 октября, 50-процентовски так. Ну, нам отсюда будет гораздо меньше вывозить, пересаживать, рассаживать. И велкам, помогите нам освободить эти 30 соток садового центра. Облегчите нам работу и задачу. Цепляйтесь. Увидимся.